Сегодня министр физкультуры и спорта Сергей Шелтуков дал пресс-конференцию, на которой ответил на злободневные вопросы. Неделю назад в эфире телеканала «Звезда» прошло ток-шоу «Фитисов». Жители «АллатРа» пожаловались известному спортсмену, а ныне телеведущему, что в муниципалитете ничего не делается для развития хоккея. Говорилось о том, что спортивные объекты «АллатРа» в удручающем состоянии, а местная власть равнодушна к запросам любителей спорта. Должны признать, что из всех муниципалитетов на сегодняшний день не располагают хоккейными коробками город «АллатРа» и «АллатРа» район. Тот объект, о котором шла речь на одном из телеканалов, это спортивный объект, который находится в ведении администрации города «АллатРа». В настоящее время готовятся документы для передачи спортивного объекта для развития инвестору. Вопрос заливки льда не стоит, они готовы залить хоть завтра, хоть сегодня. Но вопрос стоит по безопасности, кто будет обслуживать. Потому что я уже отметил, что все документы выставлены на, подготовлены для передачи. И пока нет хозяина этого спортивного объекта. Думаю, вопрос решаемый. В то же время хочу подчеркнуть, что, к сожалению, от муниципалитета мы не получали никаких заявок для участия в федеральной целевой программе по строительству физкультурно-спортивных комплексов открытого типа. Мы, конечно же, о той проблеме, которая существует, мы не слышали. Также Сергей Шелтыков прокомментировал отчет представителей Общероссийского народного фронта. В нем отмечается, что в районах республики физкультурные объекты не задействованы на полную мощь. А в министерство отправляются липовые отчеты. Проблемы количественного состава, они возникли из-за халатного отношения руководителей спортивных школ к составлению расписания занятий. Это правда. Составление документации действительно хромает. Но вместе с тем, хочу сказать, что все-таки в районах, в муниципалитетах есть свои особенности проведения спортивных занятий, тренировочных мероприятий. Это и малое количество детей в общеобразовательных школах, которые задействованы и на предметных олимпиадах, готовятся и по всем видам спорта, по спартакиаде школьников. Сейчас, по данным администрации городов и районов, в республике работают 95 лыжных трасс, залиты 77 катков и открыты 120 хоккейных коробок. И чтобы в будущем оперативнее реагировать на критику любителей физкультуры и спорта, министерство объявило о старте акции «Моя спортплощадка». Ее суть в том, чтобы сообщить Минспорт Чуваши о ненадлежащем состоянии и содержании открытых спортплощадок. Для этого необходимо разместить на своей странице в социальной сети ВКонтакте фотографию с хэштегами акции «Спорт 21. Моя спортплощадка» с обязательной геометкой места, где сделана фотография. Минспорт Чуваши обещает каждый проблемный объект взять под контроль. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.